Куланакская ГЭС в Нарынской области. Здесь большое событие. Президент Садыр Джапаров закладывает первый камень. Дан старт строительству гидроэлектростанции. «Обеспечение энергетической независимости и безопасности страны – одна из наших главных задач. Конечно, мы предлагаем все усилия, чтобы эти цели не остались лишь на бумаге. Сейчас мы изучаем разные направления развития, возобновляемых источников энергии. Среди них особое внимание уделяем строительству малых ГЭС. Имеется возможность построить на реке Нарын другие ГЭС на 2500 мегаватт. Надеюсь, в ближайшем будущем мы построим множество средних и малых гидроэлектростанций. Уже два года мы закладываем капсулы под строительство многих объектов. Каждый проект завершается в срок. Этот объект, для строительства которого мы заложили капсулу сегодня, будет сдан в эксплуатацию через четыре года». Ожидается, что гидроэлектростанция будет производить 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. А это значит, что ею будет полностью обеспечена вся Нарынская область. Пока ГЭС строит, будут созданы до тысячи рабочих мест. Здесь возведут плотину высотой 27 метров гидрошлюзы и деривационный канал. «Держи шлюзов на автоматике, бардак ушел, держи шлюз, держи шлюз и держи напорная вода. Удержи станция отшелся, ушел станция, держи котлован, газ, тротуар, тротуар, тротуар. Генератор, тротуар. Здесь также будет водозабор для орошения сельскохозяйственных угодий сразу в нескольких аильных аймаках. То есть гидроэлектростанция принесет огромную пользу не только энергетике, но и сельскохозяйственной сфере. Со строительством Куланакской ГЭС улучшится обеспечение растительной водой более 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий в Учкунском и Саровойском аильных аймаках. Кроме того, будет освоено 2100 гектаров новых земель. Куланакская ГЭС станет локомотивом гидроэнергетики на Рынской области. В связи с этим поручаю всем соответствующим госорганам обратить особое внимание на преимущества объекта Куланак, принять действенные меры и оказать всемирную поддержку в оперативном решении вопросов строительства. В июне было начато строительство Камбаратинской ГЭС-1. Этот проект завершить планируют за 8-10 лет. А после Кыргызстан станет независимой, полностью самодостаточной страной, которая не импортирует, а наоборот экспортирует электроэнергию. Сейчас у нас дефицит в 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Мы стоим у истоков воды, но не пользуясь этим, за 30 лет не построили ни одной ГЭС. Теперь начали строить. Мы используем только 10% всего потенциала. Если добавить ещё процентов 90, то мы сможем продавать электроэнергию не только странам Центральной Азии, но и в Европу и Китай. Говоря о Куланакской ГЭС, глава государства выразил надежду, что она станет крупным промышленным предприятием, которое будет служить всему кыргызскому народу. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Общая стоимость этого проекта – 124 миллиона долларов, из которых 88 как кредит будут предоставлены группой финансовых институтов, включая РКФР и Евразийский банк развития. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, АЛЛАТО 24